Друзья, всех рад снова приветствовать на канале. Спасибо, что досмотрели до шестой серии. И сегодня мы продолжаем постройку скрэмблера. У нас уже готова ходовая часть и рулевое управление. Вот у меня есть фотоистория в картинках, собственно, как эволюционировал мотоцикл до сегодняшнего дня. И, как обещал, уже есть финальный скетч. То есть мы уже можем начинать работу над баком. Бак будет из стеклопластика. Я начал работу над ним с изготовлением молота горловины на основании крышки. Вот взял крышку, приклеил к ней два стаканчика и промазал все герметиком. То есть если залить сюда смолу со стекломатом, то должна получиться горловина с резьбой. Вот сейчас этим займемся. Далее уже будем готовить сам бак. Сейчас я сниму старый бак и сделаю новую модель уже по своим чертежам. Модель будет из пенопласта, строительственной пены, ДВП, укреплена стеклопластиком. Потом сниму с нее матрицу и по матрице уже буду выклеивать деталь. Горловина самолепная. Пусячно! Итак, получается вот такая модель бака. Использовала я подручные материалы, ДВП, термоклей. Идея в том, чтобы заполнить вот эти вот пустоты пенопластом и потом придать модели окончательную форму. А по модели уже будет сделана матрица, туннель специально для того, чтобы фентилировать вот эти вот агрегаты, чтобы было достаточно воздуха. И туннель как раз таки позволяет удобно крепить этот бак. Здесь он будет укреплен на штатных креплениях, вот на этих вот резиновых уплотнителях. А с другой стороны будет такая длинная металлическая полоса, которая будет крепиться к корпусу через тот же самый болт, как крепился старый бак. После обклеения пенопластом и запенивания строительной пены получается вот такая модель. Бак стиле Diamond. Вот здесь плоскости для ног есть. Туннель чуть-чуть скруглил, без паски. Вот. Есть косяки, сейчас будем устранять их с помощью шпаклевки по пластику. Вот. А дальше уже займемся укреплением формы, чтобы сделать из нее матрицу. Субтитры добавил DimaTorzok не стал оставлять видео о том, как это было в деталях. Скажу лишь в двух словах. Тут слой эпоксидной шпаклевки, потом слой стеклопластика для укрепления. Снова слой шпаклевки, все это выведено. И сверху заламинировал эпоксидной смолой, чтобы поверхность была гладкая и чтобы замаскировать мелкие трещинки и царапинки. Вот. По итогу имеем гладкую модель. Далее у нас задача сделать с нее матрицу. Матрица будет составная, учитывая, что модель сложной формы. Тут у нас туннель, разные сложные ребра, переходы. Все это будет разделено на четыре части. Сейчас отмечу линиями, как это будет. Сделаю отбортовки и будем делать матрицу. Итак, я расчертил места отбортовки, с учетом того, что линии должны быть наиболее плавными, чтобы не было острых углов, резких переходов. Вот. Одна часть будет вот этот вот туннель и дно. Как бы. Вот она идет, эта линия по краю. Вот дальше идут боковые части. Вот боковые части, две. Вот. И здесь средняя часть. Так что матрицу будет, я надеюсь, удобно рассоединять при необходимости. Вот. И выклеивать потом. Начну я с дна. То есть сейчас сделаю обортовку туннеля с помощью алюминиевого скотча. Первая отбортовка готова. Сделаю ее из алюминиевого скотча. Также здесь укрепил с другой стороны обычным скотчем, чтобы не прилипало. Вот. Видно, что вот по кромке вот она идет. Вот так вот. Вот. Теперь задача. Берем разделительный воск, тряпочки и наносим воск на вот эту поверхность. Следующим этапом берем поливиниловый спирт, ПВА, и наносим его также поверх воска. Он нужен для того, чтобы матрица у нас легко отстала от модели. Вот. Создала пленку поверх воска и чтобы все легко отсоединялось. После наложения двух слоев разделителя получилась вот такая вот пленка, зеленоватая. И надо дать подсохнуть. Вот. Дальше у нас будет небольшой эксперимент. Нужно, по идее, наносить матричный гель-код, но у меня нет матричного. И в нашей стране его очень трудно достать. Поэтому буду использовать то, что есть. Вот такой вот корабельный гель-код белого цвета. И заколирую его ярким красителем порошковым. Вот. Посмотрим, как это будет в работе. Надеюсь, что все получится. Так что сейчас попробуем замешать. И начнем потихоньку накладывать гель-код. Теперь, когда гель-код посох, берем обычный стекломат. Полиэфирную смолу и делаем в слои несколько слоев, чтобы создать основу матрицы. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Ну что, друзья, получилась вот такая матрица. Насверлил здесь отверстие в отбортовке, чтобы потом ее скручивать. Сейчас буду ее разъединять. Ну вот и разобрана матрица. Получилось 4 компонента. К сожалению, не все прошло гладко. Были пузыри. Я их замазал самой затвердевающей глиной. Вот эти 3 компонента я сейчас скручу вместе. И у нас будет не 4-составная, по сути, а 2-составная матрица. А потом все это можно будет легко разобрать. Так что собираем матрицу. Вот получились 2 компонента. Видите? Вот этот компонент будет как бы дополнением к этому. Будут выклеиваться они отдельно, а потом соединятся. То есть сейчас восковка, спиртовка и выклеивание. Не стал показывать скучные однообразные моменты. Той работой, которую вы уже видели по выклейке и так далее. Вот показал уже, как я снял нижнюю часть бака с матрицы. Вот здесь у нас был розовый гельковод. Еще немножко я его разжижал с растворителем. А здесь я уже использовал чистый гельковод корабельный. Вот, получилась вот такая вот деталь. Почти нет косяков. Также в процессе выклейки я вклеил сюда алюминиевую сеточку. Специально для того, чтобы заармировать бак. Защитить его от статического электричества. Здесь вывезен проводок. Он будет соединен с верхней частью бака. В который также будет вклеена сеточка. Чтобы все это составляло единый экран. И горловина также будет заземлена на сетку. А сама сетка уже через вот это крепление, которое будет проходить под туннелем. Будет соединяться с корпусом мотоцикла. Далее по верхней части бака. Здесь у нас белый гельковод уже наложен, видите, в процессе. Еще такой нюанс решил сделать попутно. Возникла идея такая, сделать индикатор уровня топлива. Просто физически смотреть, сколько его осталось. Через такой вот окошечко из оргстекла. Вырезал я его из упаковки. Пластиковое такое вот довольно толстое стекло. Тут еще и ребра жесткости есть. Все это будет заклеено. И оно будет внедрено в поверхность бака. Так что сейчас продолжаю работать по выклейке. И покажу уже результат. Показываю промежуточный результат. Вот у нас окошко органого топлива. Так вот выглядит с этой стороны. Все залито. Укреплено эпоксидкой по металлу. Так называемыми жидкими гвоздями. Вот здесь, значит, также вклеил сеточку. Это верхняя часть экрана. Здесь у нас сеточка выяснила горловину. И к ней будет подсоединен провод. А в горловине там алюминиевый скотч. То есть, чтобы заземлить саму горловину от возможной искры при заправке. Вот сама поверхность выклеена. По краям тут у нас есть такая бахрома. Специально наклеил. Чтобы легче было соединять потом эпоксидкой уже верхнюю и нижнюю часть бака. Вот сейчас, в общем, очень важный момент. Нужно будет вот эту поверхность внутреннюю покрыть уже другого рода эпоксидкой. То есть, смолой, которая не реагирует с бензином. Вот нашел такую смолу. Чистая, кристально чистая, типа прозрачная смола. Применяется при изготовлении столешниц, ювелирной продукции и так далее. Вот у меня даже был тест. Сейчас покажу. Тестировал я эту смолу на реагирование с бензином. В общем, вот результаты теста. Была крышка, была банка, в которой я замочил кусочек этой смолы эпоксидной в бензине. Вот, кстати, прокладка от крышки этой банки. Она вся, вам видно, скукожилась, изменилась. Вот реакция, видимо, с бензином. А вот сама деталька из смолы вообще не изменилась никак. То есть, даже не появилось никаких разводов, ничего. Так что, вполне, думаю, можно применить ее для того, чтобы покрыть бак изнутри этой смолой. Вот, адгезия взаимная у них не очень хорошая. Я имею в виду полиэфирная смола, из которой сделан бак. И у смолы, которую я буду покрывать. Поэтому, сейчас вот начал зачищать крупной шкуркой внутренней поверхности, чтобы легче все это пристало друг к другу. Что же касается нижней части бака. Я ее уже примерил на мотоцикл через крепление, вот это вот. Которое сделано из петли для ворот. Нашел в Хозмаге такую петлю, купил. Идеально подошла в качестве крепления. Прикрутил к штатному отверстию. Здесь у меня вклеены болты, которые через сеточку проходят и крепятся к металлической части. Также здесь сделал уже отверстие для бензокрана. И сделал усиление этого отверстия, чтобы можно было вкручивать, выкручивать его. Там еще пролюбка смолой, чтобы было крепче. Вот тут уже примерил фильтр, карбюратор, как все будет идти. Вот. Здесь будет фильтр тонкой очистки. Я пока что не поставил. Вот. В общем, сейчас продолжаю покрытие бака изнутри эпоксидкой специальной, которая не реагирует с бензином. И потом склеиваю две половинки. Последний взгляд изнутри. Поверхность текеря обработана защитной смолой, толстым слоем. Здесь зачищены края, чтобы все склеилось. Здесь также все залил. Окошечко залит и также прозрачено эпоксидкой. То есть он стал еще крепче. Горловина самулепная, заземлена теперь на сетку. Здесь у нас сеточка. Здесь тоже сеточка. Так что сейчас склеиваем две половинки. Друзья, ну вот и результат на сегодня. Как видите, швы уже незаметны. То есть они проклеены. В том же порядке, как и сама поверхность бака. То есть внутри у нас защитный слой эпоксидки. Потом два слоя полиэфирки со стекломатом. Гелькот. И вот весь бак я покрыл белой краской, чтобы выявить какие-то неровности. Мелкие дефекты. Здесь скручен сразу бензокраник уже. Вот так получилось смотровое окошечко. Довольно аккуратно выглядит. Проверим, как оно показывает уровень топлива. Вот поверхность уже более-менее гладкая. То есть в принципе можно как рабочий вариант использовать для испытаний. Сверху у нас крышка китайская. Уже со встроенным клапаном. Клапан вентиляции шариковый. Сделал так, потому что в конструкции бака не предусмотрена вентиляция. Она есть в крышке. Вот крышку откручиваем. Тут у нас горловина. Она покрашена в металлический оттенок. Бронзовый такой. Сверху покрыта защитной эпоксидкой также. Ну, чтобы сделать внешний вид под металл. Вот. Насчет креплений бака. У нас тут уже прикручено основное крепление. И вот здесь вот у нас переднее крепление аналогичное штатным. То есть они тоже склеены из стеклопластика. Вот. Довольно аккуратно получилось, на мой взгляд. Так что сейчас ставим его на мотоцикл. И проверяем, как это все работает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Конечно же, бак еще не прошел испытания. Но все впереди. В следующих сериях продолжим заниматься скрэмбером. Будем делать заднюю часть и сидение. Ну и напоследок хочу поблагодарить русского мотоциклиста Дмитрия за вот этот замечательный инструмент по работе с пластиком. Без него я бы не справился. Также хочу сказать спасибо каналу Мотодальнобой за идею с внутренним покрытием бака. И папа, спасибо тебе за то, что подсказал, как правильно заземлить бак и как его армировать. Увидимся в следующих сериях. Не забывайте подписываться. Пока-пока.